Шеф-повар, Максим Григорьев. Торт «Энигма». Время приготовления – 1 час 20 минут. Ингредиенты – тесто. Вода – 2 столовые ложки. Крахмал картофельный – 1 столовая ложка. Крупа манная – 1,5 столовых ложек. Масло подсолнечное рафинированное – 2 столовые ложки. Мука пшеничная – 1 ст. Разрыхлитель – 1 чайная ложка. Сахар – 0,75 ст. Сахар ванильный – 1 чайная ложка. Яйца куриные – 4 штуки. Ингредиенты – сироп. Вода – 2 столовые ложки. Крахмал картофельный – 1 столовая ложка. Крупа манная – 1,5 столовых ложек. Масло подсолнечное рафинированное – 2 столовые ложки. Мука пшеничная – 1 ст. Разрыхлитель – 1 чайная ложка. Сахар – 0,75 ст. Сахар ванильный – 1 чайная ложка. Сироп. Яйца куриные – 4 штуки. Вода – 0,5 ст. Кофе растворимый – 1 чайная ложка. Сахар – 1,5 ст. Сахар. Ингредиенты – крем. Вода – 2 столовые ложки. Крахмал картофельный – 1 столовая ложка. Крупа манная – 1,5 столовых ложек. Масло подсолнечное рафинированное – 2 столовые ложки. Мука пшеничная – 1 ст. Разрыхлитель – 1 чайная ложка. Сахар – 0,75 ст. Сахар ванильный – 1 чайная ложка. Крем. Яйца куриные – 4 штуки. Вода – 0,5 ст. Кофе растворимый – 1 чайная ложка. Сахар – 1,5 ст. Л. Ванилин – 1 щепотка. Крем. Вода – 70 мл. Желтки куриные – 3 штуки. Масло сливочное – 280 г. Сгущённое молоко – 170 г. Халва – 60 г. Ингредиенты украшения. Вода – 2 столовые ложки. Крахмал картофельный – 1 ст. Л. Крупа манная – 1,5 ст. Л. Масло подсолнечное рафинированное – 2 столовые ложки. Мука пшеничная – 1 ст. Разрыхлитель – 1 чайная ложка. Сахар – 0,75 ст. Сахар ванильный – 1 чайная ложка. Украшение. Яйца куриные – 4 штуки. Вода – 0,5 ст. Кофе растворимый – 1 чайная ложка. Сахар – 1,5 ст. Л. Ванилин – 1 щепотка. Украшение. Вода – 70 мл. Желтки куриные – 3 штуки. Масло сливочное – 280 г. Сгущённое молоко – 170 г. Халва – 60 г. Кондитерская посыпка – 2 столовые ложки. Украшение. В моей семье считается, что торты я делаю только к праздникам. А если торт неожиданно появляется в будний день, то все начинают спрашивать друг у друга, а какой сегодня праздник. Этот торт я сделала просто так, когда появилось вдохновение. И он получился на славу. Приятно, что близкие оценили мое желание сделать праздник вне очереди. Шаг 1. Для приготовления коржа нужно взять пшеничную муку, куриные яйца, картофельный крахмал, разрыхлитель, холодную воду, подсолнечное рафинированное масло, сахар и ванильный сахар. Шаг 2. Яйца вбить в емкость для миксера, добавить ванильный и обычный сахар. Шаг 3. Все взбить до пышной массы. Шаг 4. Муку, разрыхлитель и крахмал просеять через сито для обогащения кислородом. Шаг 5. В яичную массу всыпать сухую смесь. Шаг 6. Тесто вымешать до однородности. В конце вымешивания влить воду и масло. Шаг 7. Тесто окончательно перемешать. Шаг 8. Форму для выпечки смазать маслом и обсыпать манной крупой. Шаг 9. Выложить тесто в форму. Шаг 10. Форму с тестом поставить в духовку, разогретую до температуры 180 на 40-50 минут. Первые 20 минут духовку не открывать, чтобы тесто не село. Через 20 минут сделать огонь в духовке меньше, чтобы корж хорошо пропекся, но не пригорел. Шаг 11. Готовый корж оставить в форме до полного охлаждения, а затем вынуть и оставить для выстойки на 12 часов, чтобы при нарезке не крошился. После этого леской или острым длинным ножом разрезать корж на три пласта. Шаг 12. Для приготовления сиропа нужно взять растворимый кофе, воду и сахар. Шаг 13. В горячей воде растворить кофе и сахар. Сироп остудить до температуры 35 с. Шаг 14. С помощью пульверизатора равномерно смочить нижние и средние пласты сиропом. Шаг 15. Для приготовления крема нужно взять сливочное масло, сгущенное молоко, яичные желтки, халву, воду и ванилин. Шаг 16. Желтки растереть в однородную массу. Шаг 17. Сгущенное молоко развести водой, вылить в небольшую кастрюльку, довести до кипения и поставить в кастрюлю с кипящей водой большего размера, на водяную баню. Шаг 18. В молоко, при постоянном помешивании, влить желтковую массу и уварить до густоты манной каши, а затем снять с огня и остудить. Шаг 19. Халву натереть на терке, а затем протереть через сито. Шаг 20. Размягченное при комнатной температуре сливочное масло взбить до образования пышной массы. Шаг 21. К маслу порциями добавлять молочно-яичную смесь. Шаг 22. Массу взбить. Шаг 23. В конце взбивания добавить халву и ванилин. Шаг 24. Крем окончательно взбить. Шаг 25. На пропитанный сиропом нижний пласт намазать слой крема. Шаг 26. Покрыть его средним пластом. Шаг 27. Второй пласт аналогично намазать кремом и покрыть верхним пластом. Шаг 28. Бок и верх торта обмазать оставшимся кремом. Шаг 29. Украсить торт сверху кремом и цветной кондитерской посыпкой. Шеф-повар, Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.